А спонсор этого видео – это канал для любителей вселенной фонда SCP, под названием SCP Foundation Lore. Данный канал специализируется на видео, раскрывающих самые потаенные уголки аномальной мультивселенной. Объекты, связанные организацией, канон-хабы – обо всем этом поведают сами персонажи организации, в то время как видеоряд украсит созданные специально для видео-арты, изображающие всех наших любимых SCP. Автор этого канала, кстати, очень любит разные детали и подробности. Должен признать, что тот же Chicago Spirit там разобран с большим числом деталей, чем тут. Ссылка в описании. Что еще говорят последователи диджея? Утверждается, что бок-машина подвергнул новое роботизированное тело руки испытанию. На девушку напали апостолы божества. Всем тихой ночи. SCP-001 – это серия объектов, каждая из которых претендует на роль самой главной вещи, что содержит фонд. На канале уже было видео о том, в чем суть SCP-001 в принципе. О классических 001-х были и ролики про некоторые другие. Например, цикл Ураборос, написанный Диджей Кактусом. Однако без внимания остались новые вариации самого главного SCP, которые появились по ходу развития этой вселенной. Так что пора это исправлять. Однажды все директора тайных баз SCP и Совета 5 собрались вместе, чтобы решить, наконец, что же такое SCP-001. Была выдвинута гипотеза о том, что все, что записывается в качестве первого объекта, появляется в объективной реальности, даже если до этого ничего подобного не существовало. Потому высокое собрание просто запретило вносить какие-либо записи в базу данных фонда под номером 1. Эффект был открыт, когда некая Мэри Накаяма нашла аномальную виниловую пластинку. Ее эффект оказался в том, что, будучи внесенным в любой цифровой список, объект занимает в нем первую строчку. Этот эффект, собственно, и сработал на базе данных фонда. Первый номер заняла пластинка со старыми песнями, стерев предыдущий объект, чем бы он там ни был. Мэри, увидев, что она теперь может редактировать описание аж самого первого объекта, конечно же, решила пошутить и внесла запись о том, что все сотрудники фонда должны дать ей 5 долларов. Результат этой шутки вышел неожиданный. К ее кабинету в длинной очереди выстроились люди, желающие отдать ей купюру в 5 баксов. Тогда она начала пользоваться этим, то отправляя себя в отпуск, то давая себе повышение. Но, видимо, эта женщина не знала, когда нужно остановиться. И последняя запись гласит, что SCP-001 это когда Мэри Накаяма является всемогущим и всезнающим божеством всех миров и вселенных. После этой правки она бесследно пропала. Ее поиски не дали никаких результатов. И похоже, что ее существование полностью прекратилось. А первым объектом была объявлена сама запись о первом объекте. Если исходить из той теории, что все SCP-001 это часть одного целого, то следующий объект выглядит как интересное дополнение к записи. Хотя, как я уже говорил когда-то, мне ближе идея, что в каждом мире свой первый объект. Мультивселенная, все дела. Так или иначе, теперь разберем SCP-001 слепое пятно бога. Суть которого в том, что есть особый кусочек пространства, в котором люди не стареют, не болеют и не умирают. Во всяком случае, если не получат очень тяжелых травм, фонд SCP научился создавать такие области в любом месте. И внутри такого пространства разместил жилые помещения для членов Совета О5 и других руководителей SCP. В общем, крайне полезной оказалась аномалия, так удачно занявшая место самой первой. Однако, у нее нашлось одно побочное свойство. Внутри нее оказываются бессильными все божественные сущности. Что, впрочем, хитрый фонд нашел, как использовать. Открывая при помощи особой фразы, которая обозначена как SCP-2336, буквально порталы в ад. Сам SCP-2336, кстати, упоминается внутри SCP-001, так что, возможно, он был создан силой первого объекта. Ну и главное, что теперь мог фонда читать заклинания, открывающие порталы в ад, и вытаскивает оттуда различных демонов. Для использования их в зависимости от их свойств в своих целях, в промышленности и исследованиях. А еще там же, в аду, фонд организовал свалку аномальных отходов. А кроме того, этот вариант SCP-001 был использован для эффективного содержания SCP-1844, который, по сути, тоже представляет собой портал в ад. Тут, наверное, даже был бы уместен кроссовер с думом. Тем более, что монстры, которых фонд вынимает из портала, вполне в духе игр про думгая. Жаль, что текст на эту тему в кроссовер-хабе не очень-то и хорош. Тему вечной жизни продолжает объект под названием «Мертвые люди». В нем фонд однажды узнал об организации, практикующей мистическое искусство Тома Тургии под названием «Вечный круг». В фонде о себе не стали особенно долго думать и устроили штурм в их главном штабе, в результате чего организация была уничтожена, а почти все ее члены убиты. В ходе этого мероприятия фонд захватил человека, над которым, похоже, совершались страшные ритуалы. Тело его было покрыто мистическими символами и ужасными ранами. Свойствами этот персонаж обладал интересными. Оказалось, что он связан со смертью, как с концепцией. И через разные манипуляции с этим человеком, фонд приобрел возможность кого угодно наделять бессмертием. Конечно же, таковыми свойствами были наделены все члены Совета О5. А для максимальной сохранности объекта сама находка стала SCP-001. Впрочем, это вызвало недовольство Кабидета по этике, который уничтожил сам этот SCP-001, и Совет О5, который решил им воспользоваться. К вопросу о том, что же главнее в SCP – Комитет по этике или Совет О5. В общем, место первого объекта снова стало вакантно. В том объекте, что мертвые люди, среди авторизаций встречается строчка, в которой написано «Воет ли черная луна?». Обычно эта фраза служит просто запросом пароля в фонде. Однако в один прекрасный день сам основатель фонда SCP-администратор рассказал, что «черная луна» – это не просто бессмысленное словосочетание, которое он выдумал наобум, а сущность, находящаяся где-то вне нашего мира, которая способна превратить любого человека в массу черной слизи. И эта масса затем бесследно исчезает. Администратор также сказал, что он является как бы противовесом черной луне и не дает ей слишком сильно влиять на наш мир. Решив, что это как-то очень аномально само по себе, местный фонд SCP этого мира поставил его на содержание. Администратор, теперь уже как объект, был, конечно же, допрошен. И во время этого общения он объяснил, что сам он живет еще со времен глубокой древности, когда еще не было цивилизации как таковой. Однажды ему попался отшельник, который, похоже, и передал молодому тогда администратору миссию – быть противовесом черной луне. Вместе с чем он получил бессмертие и все прочие свои свойства. Решив все же как-то сдержать черную луну, ученый фонда по имени Мото не придумал ничего лучше, чем попытаться создать ее материальное воплощение, чтобы как бы привязать к нашему миру. В результате этого дела было создано несколько SCP-существ, одно из которых – это, кстати, SCP-173-скульптура. К слову, чем хороша идея мультивселенной? Мне, например, такой вариант появления SCP-173 не нравится. Я все еще считаю самым каноничным тот рассказ, где это сделала безумная художница СТВП. Хотя есть еще и куча рассказов, которые допускают существование множества скульптур одновременно. Так что неважно. У всех созданных существ было одно общее свойство – они могут двигаться только когда никто не смотрит. Со слов администратора, именно таким свойством обладает черная луна. Она может быть активна, только если ее никто не наблюдает. Потому она враждебна любой разумной жизни и хочет уничтожить всех наблюдателей. Мото руководствовался магическим принципом. Он пытался создать как бы куклу Вуду для этой луны. Вот только магическое мышление, похоже, не работает даже в мире SCP. Эти эксперименты никак не помогли достигнуть цели, а самого Мото нашли со сломанной шеей в камере содержания с его созданием. Администратор после этого был освобожден и, более того, снова стал руководителем SCP. Спустя много лет, когда фонд начал строить космические корабли, отправился в космос. Один из них был спроектирован так, чтобы искать следы воздействия черной луны. Он нашел множество планет с вымершими цивилизациями, которые, судя по всему, боролись с черной луной. Да, в новых объектах авторы часто описывают далекое будущее с космическими путешествиями, так что для нынешнего фонда это нормально. SCP – это космоопера такая. На одной из этих планет был обнаружен разумный организм, имеющий знания об этой луне. Он был захвачен и перевезен в фонд. Существо было из рас разумных грибов, и оно было ученым своей цивилизацией, занимавшимся изучением космического монстра. И когда стало ясно, что тварь не победить, и гибель цивилизации неизбежна, тот заморозил себя в креокамере в надежде на будущее спасение. С существом решил поговорить сам администратор, и в диалоге выяснилось, что противовесом является не он сам, а некий предмет, который он носит с собой. Предмет, представляющий собой устройство, созданное древней цивилизацией, суть которого в том, чтобы защищать носителя от любого ущерба, в том числе и от действий черной луны. После того, как этот разговор закончился, инопланетный гость превратился в кучу слизи, что означало, что черная луна нашла и его. Действие снова переносится в еще более далекое будущее, в 7000 какой-то год, где человечество было уничтожено черной луной полностью. В живых остался один администратор, создавший для себя сооружение под названием «Сингулярный бункер», конструкцию, состоящую не из материи, а из информации, что не особенно удивительно, ведь, как я говорил в видео про администратора, он сам является информационной сущностью. Там он пробыл несчетное число лет, пока в его убежище, которым он придал форму бара, не вошла сама черная луна, в надежде его уничтожить. Однако она стала вечным пленником хитрого администратора, потому что это место не просто так называется «Сингулярным бункером». Внутри он заключил черную луну в форму человека, состоящего из тени. Это были новые SCP-001, то есть те, которые вышли после монументального труда Диджей Кактуса. Но, разумеется, не все, а только те, что можно хоть как-то связать общим сюжетом между собой. Так что на эту тему еще много чего есть сказать, но потом. Всем пока!